Саламу алейкум. Валикум салам. Меня зовут Абу Муслим. Я родом с России, республика Дагестан, город Махачкала. Родился в Агульском районе, селение Буркихан. У меня отец Буркихана, мать Срича. С детства я занимался дзюдо, самбо. Я выигрывал районные соревнования по дзюдо, являюсь кандидатом мастером спорта по дзюдо, являюсь кандидатом мастером спорта по самбо. Вскоре я переехал в город Махачкалу. Мне с детства нравилась именно вольная борьба. Приехав в Махачкалу, я начал тренироваться вольной борьбой. Вскоре я начал давать неплохие результаты. Я тренировался, давал большие нагрузки для себя. И это меня мотивировало. Вскоре я поступил в училище Олимпийского резерва в городе Ставрополь. Я являюсь мастером спорта по вольной борьбе. Боролся за сборную Москву. Тренировался в Олимпийской деревне «Юность Москва». Я являюсь чемпионом Москвы по вольной борьбе. Я являюсь чемпионом Кубка Москвы по вольной борьбе. Я являюсь чемпионом МГФСО. Я являюсь чемпионом турнира «Габунщина». Выиграл фестиваль вольной борьбы в Лужниках. Всего, наверное, мы перечислили. Да. Расскажи, пожалуйста, многим в мире интересно узнать о твоей стране, о Дагестане. Столько много бойцов выходцев из Дагестана. Расскажи, пожалуйста, хотя бы немного. Насчет Дагестана. Потому что в Дагестане, во-первых, почему столько бойцов? Потому что им позволяет их воспитание, им дают такое воспитание, чтобы они занимались именно контактными видами спорта. И они хотят быть великими, вписать свою историю в музеи, аллеи славы. И каждый хочет выиграть определенный, какой-то серьезный, сделать шаг для себя, для своих родных. И уйти из спорта достойными. Дагестан еще славится тем, что в Дагестане находится самый древний город. Это Дербент. Есть очень красивые, многие красивые места в Дербенте. Есть Нарин-Кала, крепость. Многие наслышаны об этом. Есть красивые луга, пейзажи. Народ Дагестан очень гостеприимный. Много тоже не могу я вам рассказать. Вы приезжайте в Дагестан, сами все увидите. Дагестан славился тем, что он воевал испокон веков. И тем же там вырастают великие бойцы, великие храбрецы. И каждый хочет быть великим. Скажи, пожалуйста, планируешь ли ты вернуться в Дагестан? И когда вернешься, если вернешься, чем бы ты хотел там заниматься? В Дагестан я планирую вернуться. Так как мне нравятся в Дагестане именно те школы вольной борьбы. Потому что там очень хорошая школа вольной борьбы. И не одна, и не две, и не три. Их очень много. Я планирую полететь в Дагестан. Когда я почувствую, что мне нужно потянуть свою вольную борьбу в своем карьере. Тогда я полечу в Дагестан и займусь своим делом. А пока чтобы в планах, чтобы мне улететь в Дагестан, пока нет в планах. Скажи, пожалуйста, почему именно Таиланд, почему именно Тайгер Муэй Тай? Потому что Таиланд, я наслышан об этом зале еще давно. Здесь есть зал Тайгер Муэй Тай. Многие, может, и не знают, и знают. Я прилетел сюда. Здесь тренируются. Кто-то меня звонит. Shit. Это не понятно. Это не стоп? Да. Это не стоп. Это не стоп. Я могу сделать. Я думаю, лучше, когда ты... Я отправлю. А, ты отправил его? Да, не проблем. Так, давай. Тайгер муэйтай, я слышал об этом зале еще давно, тут тренируются великие бойцы UFC и мне хочется постоянно спарринговаться, мне хочется тренироваться с теми, кто на 4-5 головы выше меня, меня это мотивирует, потому что я хочу тоже быть великим, как и они. У нас сейчас это видео посмотрит много ребят, в том числе из Дагестана, вообще по всему миру, те, кто может быть уже занимаются или те, кто хотят заниматься контактами видами спорта, борьбой, ММА, бокса, что бы ты посоветовал этим ребятам, какое бы ты дало на пусты? Я хочу посоветовать тем ребятам, которые тренируются, которые достигли каких-то результатов, не останавливаться на достигнутом и тренироваться дальше. Самое главное не терять надежду и не терять надежду на те цели, которые вы поставили. Да, возникнут у вас трудности, возникнут у вас и другие трудности бытовые и так далее. Вы должны все равно, сжав зубы, как бы вам сложно не было, пройти все эти трудности и идти к своей цели. Только тогда вы сможете стать великими и дойти до своей цели. На тренировках ты часто встречаешься с бойцами UFC из топ-10 и топ-5 и проводишь с ними спарринги. И как мы осведомлены, ты зачастую показываешь лучшую борьбу. Скажи, пожалуйста, как вообще это получается, как тебе это помогает и как ты себя чувствуешь среди бойцов такого уровня? Касаемо того, что я спаррингую, борюсь с бойцами UFC, мне это, конечно, очень даже нравится, вдохновляет меня это. А касаемо борьбы, в плане борьбы, я в детстве уделял немало времени, немало усилий, немало прошел трудностей. И я знаю, на каком уровне моя борьба, меня так, как я делал через невозможное, возможное. И вот на сегодняшний день моя борьба мне понадобилась, она мне пригодилась и пригодится. Вот, а на сегодняшний день я в основном делаю акцент на ударную технику с моими тренерами. Мы работаем над этим утром, вечером. Скажи, пожалуйста, что именно сподвигло тебя переходить в ММА? Почему именно ММА? В ММА я перешел, почему? Потому что я долгое время занимался вольной борьбой. Вольной борьбой, когда я занимался, у меня был вывих плеча. Вот, после такой травмы многие бойцы и борцы оставляют спорт, не могут дальше тренироваться. Вот, я прошел два-три года, сделал две операции. У меня стояла железная пластина в плече. Вот, на сегодняшний день, альхамдуллах, она меня не подводит, нету никаких проблем, касаемо плеча. Вот, я тренируюсь, и так как уже по борьбе уже, я думаю, в моем возрасте уже должен быть хотя бы минимум чемпионом России, или же должен быть минимум чемпионом мира. В моем возрасте по борьбе уже олимпийские чемпионы, я просто решил для себя перейти в ММА. Я перешел в ММА и понял, что это мое. Я поставил определенные задачи для себя, и все то, что мне мешает в жизни, кто мне нужен в жизни, я этих людей убрал. И я занимаюсь своим любимым делом, я просыпаюсь рано утром, с улыбкой иду, занимаюсь своим делом. Скажи, пожалуйста, какие цели ты перед собой поставил, и еще, наверное, какая-то, может быть, мечта, которая у тебя есть внутри его, в сердце? Цель у меня есть в 33 года попасть в UFC, а в 36 стать чемпионом UFC. Ну, конечно же, зависит в первую очередь от Всевышнего. Если он мне даст здоровье, если я буду в той же форме, в том же форме, в которой я сегодня нахожусь, то я думаю, аль-хамду-ля, я смогу сделать те цели, которые я перед собой поставил. Мне самое главное, чтобы мое здоровье меня не подвело. А если здоровья не будет, то как я смогу идти к этим целям? А касаемо мечты, я прошел трудную жизнь, вырос без матери, вот, и как бы видел сложное детство, вот, когда у меня не бывало денег на буханку хлеба, когда мне приходилось заниматься и хорошими делами, и плохими делами, вот, я хочу построить у себя в районе большой спортивный комплекс, вот, и создать там те условия, которые, которых они даже представить не могут, и дать им возможность, чтобы они тренировались. Я так как слежу за новостями своего района, там есть молодые ребята, которые дают очень хорошие результаты, но им не хватает какие-то условия. У кого-то там не хватает там денег там на кимоно, у кого-то там не хватает денег поехать на соревнования. Я просто хочу их мечты, то, что они будут делать, хочу им помочь и чтобы они продолжили это. Спасибо тебе большое за это интервью, мы желаем тебе удачи, чтобы твои цели тоже воплотились в реальность. В любом случае тебе здоровья, побед, и, я думаю, это не последнее интервью, ребята, тебя еще увидят. Да, спасибо вам тоже, огромное спасибо. Под конец я хотел бы сказать к моему спарринг-партнеру, так как он прилетает сюда часто, Кевин Улей, вот, чтобы он полетел в Дагестан, подтянул свою борьбу. Кевин, я тебе об этом и говорил, когда ты здесь был. Тебе надо заниматься реально год-полгода вольной борьбой, и тогда у тебя все будет хорошо. Хороший совет. Будь скромным и все. Хороший совет.